Всем привет, ребята! С вами снова я, королева мистики, а это значит, что сейчас будет самое страшное видео на всем русскоязычном ютубе. Друзья, со мной снимается моя собака Лаки. Лаки, скажи всем привет! И сегодня мы будем открывать Макдональдс, хэппи мил, адскую еду, каркарыч экзи, смешарики экзи. Все, Лаки, успокойся. Лаки просто обожает сниматься в мистических видео, и она обожает эти Макдональдсы. Итак, друзья, а сейчас, прямо сейчас мы его откроем и посмотрим, что же создатели с сайта Дартнет положили в эту адскую еду хэппи мил. Каркарыч, посмотрите, здесь даже написано смешарик экзи хэлмил, не хэппи мил, а хэлмил, то есть, что означает адская еда. Посмотрите, какой он страшный, этот каркарыч, у него красные какие-то зомби-вские глаза и ужасные, ребята, зубы, они реально просто страшные. Ладно, давайте уже откроем, потому что мне кажется, что там внутри кое-что интересное. Да, ребята, в предыдущем хэппи миле, который мы открывали, там был у нас, кто у нас был, кстати говоря, я забыла, лосяш, точно, лосяш. И здесь тоже игрушка из Макдональдса, проклятая игрушка с пуговичными красными глазами. Каркарычек Зи, ребята, он выглядит стрёмно, правда, и не похож на обычного смешарика. Ну, если честно сказать, посмотреть, то тут просто пришиты эти пуговицы, но, опять же, ребята, я чувствую, что внутри этой игрушки есть кое-что. То, что может сделать эту игрушку необычной, а куклой Вуду, друзья, то есть, они заранее кладут в хэппи мил необычного смешарика Экзи, а куклу Вуду Экзи, друзья. Это очень прикольно. Ладно, отложим его пока ненадолго. Офигеть, ребята, гляньте, тут столько всякой, всячины, столько всякой мистики. И первое, что мне бросается в глаза, ребята, это старая кассета. Ребята, мне кажется, вы даже не помните, это стереокассета. Раньше такие были в магнитофонах. Сейчас, конечно, уже всё на флешках, даже дисками многие не пользуются. Давайте посмотрим. Ох, реально, старая кассета. Ребята, слушайте, напишите в комментариях, может, у кого, у родителей остался такой магнитофон, на котором можно прослушать эту кассету. Хотя, кстати говоря, блин, офигеть, мы ещё вот так вот перематывали. У меня есть, есть у знакомых такой магнитофон, я вспомнила, кассетный, куда можно вставить эту кассету и прослушать послания, которые мне прислали с сайта Даркнет. Офигеть, ребят, здесь как-то вот ещё написано V2, что это может означать вообще, я не знаю, ребят. Но это реально очень интересно. Старая кассета. Если вы хотите, чтобы я её послушала прямо сейчас, давайте поставим лайк под этим видео, как только мы наберём 10 тысяч лайков, я прослушаю эту кассету. Мне кажется, что там что-то нереально стрёмное и страшное, друзья. Ладно, смотрим дальше, что тут есть. Впервые в жизни я вижу в Макдональдсе специальные сырные палочки, ребята. Это сырные палочки. Ладно, давайте аккуратно высыпем и узнаем, что там. Ой-ой-ой! Жесть! Я испугалась, реально, там зубы, ребят. Там реально какие-то зубы зомби, они зелёные. Это просто жесть, посмотрите. Это как будто бы вставная челюсть, а они все какие-то грязные, старые, как будто их просто из помойки достали. Посмотрите, какие-то страшные зубы. Господи, я реально перепугалась. Ладно, ребят, давайте смотреть дальше. Так, что это здесь? Так, ещё здесь получается, что... Как, не достану. Это наггетсы, что ли? Жесть, ребят, в наггетсах лежит череп. В наггетсах лежит череп. Но положили два наггетса, причём они уже такие, знаете, а жесть. Они протухли уже очень давно, и вместе с ними лежал этот череп. Реально стрёмно открывать такие хэппи-милы. Напишите, ребята, в комментариях, если бы вы такой купили хэппи-мил, страшно ли было бы вам открывать его, особенно в дьявольский час, в 3 часа ночи или в 3 часа дня. Друзья, друзья, это мистическое число. Тройка, которая означает то, что в этот час произойдёт что-то невероятное. Ладно, ребята, здесь остался гамбургер и кое-что ещё. Смотрите, я вам покажу. Только не испугайтесь, пожалуйста. Чёрт, это чьи-то глаза. Ребята, это глаза. Причём они абсолютно разные. Скорее всего, это глаза Каркарыча. Ему их оторвали и пришили пуговицы. Это выглядит реально стрёмно. Как вы думаете, если бы были такие глаза у Каркарыча? Да, они именно его. А вот эти вот что-то не очень. Вот этот глаз ему подходит, а этот как будто бы... Как слепой глаз. Наверное, он ослепший. Ребята, действительно, как вы думаете, возможно, это действительно так. И, конечно, гамбургер. Так, ребята, открываем гамбургер. Ребята, слушайте. Он вообще, во-первых, он не открывается. А вот, ну, в нём ничего нет необычного, кроме того, что он весь какой-то кровавый. Я не знаю, ребята, но обычно мы пробуем эту еду из Макдональдса, которую мы заказали. И в прошлом Макдональдсе я нашла проклятую монету. Монету с предсказаниями, которая отвечает на вопросы да или нет. Посмотрите, те, кто не видел мое видео, здесь монета с этой стороны говорит да, а с этой стороны монета говорит нет. Поэтому прямо сейчас мы с вами немножечко займёмся мистикой и предсказаниями. Если... Кто там? Ребят, я что-то там увидела. Дим, ну-ка, отойди. Дим, я что-то видел-то. Дим, ну-ка, отойди. Стой! Что? Чёрт, она пропала. Ирина, где ты? Наверное, она попрошала в лес. Чёрт. Ирина, ты где? Чёрт, нигде нет. Ирина, Ирина, Ирина. Ирина, я здесь. Что произошло? Монета телепортировала меня. Вот чёрт. Я что-то услышала здесь. И я в своей голове подумала, что я срочно хочу оказаться здесь. И я просто раз. И как будто бы расщепилась на несколько кусочков. О, господи. Ладно. Давай возле нашего костра мистики попробуем спросить, действительно ли, стоит ли нам пробовать. Хэппи мил. Сделаем специальный обряд. О, господи. Как давно я этого не делала, ребята. Итак. Каркарыч. Экзи. Приди. Каркарыч. Экзи. Приди. Каркарыч. Экзи. Приди. Ребята, кстати говоря, если вы найдёте хоть одну маску, которая отличается от других, напишите, где она находится и что это за маска, ребята. Все, кто правильно ответит, я обязательно поставлю лайк. Друзья, сейчас мы спросим, стоит ли нам пробовать проклятый хэппи мил у монеты предсказаниями. Стоит ли пробовать хэппи мил? Да, ребята, вы видите? Да, нам стоит попробовать. И ещё у меня есть один вопрос. Каркарыч. Экзи, это кукла Вуду? Нет, ребята. В этот раз это просто обычная игрушка. Но ничто нам не мешает сделать из неё куклу Вуду. Я могу найти какое-нибудь, я не знаю, перо вороны или что-то, что связано с Каркарычем. Разрезать его, шить туда, провести обряд и действительно призвать Каркарыча. Экзи, если вы этого хотите, напишите об этом в комментариях. И прямо сейчас, друзья, мы отправимся и попробуем этот проклятый хэппи мил смешарик Экзи. Каркарыч Экзи, погнали! Итак, ребята, прямо сейчас я попробую хэппи мил смешарик Экзи. И не забывайте про кассету, если вы хотите, чтобы мы её послушали, то обязательно поставьте под моим комментарием 10 тысяч лайков. А я пробую еду. Хэппи мил смешарик Экзи, погнали! Аааа! Эй, эй, что происходит? Ааа! Что происходит?